В подмосковном индустриальном парке Есипова открылся новый завод Mercedes-Benz Московия. Возведение завода заняло полтора года, а общие инвестиции составят более 250 миллионов евро. Российская бюджетная система получит около 4 миллиардов рублей. А чтобы подчеркнуть важность мероприятия, церемонию открытия посетили не только топ-менеджеры Даймбера во главе с Диттером Цетша. Владимир Путин символично заехал прямо в сборочный цех на российском лимузине Aorus. Компания Mercedes-Benz, я уверен, мы будем для этого делать все, будем помогать нашим партнерам. Они будут разочарованы в том, как строится, идет работа и бизнес в России. Тем более, что Mercedes-Benz имеет уже хороший опыт работы в Российской Федерации с автомобильным концерном ГАЗ и с КАМАЗом, где производят уже давно свои автомобили. Фактических подробностей пока мало. Известно, что завод рассчитан на выпуск 25 тысяч машин в год. Трудиться здесь будут более тысячи человек. Примерно половина уже нанята. А в ближайшее время закроют и остальные вакансии. Выпускать машины будут по полному циклу, но все основные узлы привезут из-за границы. Штамповки кузовных панелей не предполагается. Сваривают кузова вручную. А полуфабрикаты перемещаются по цеху даже не на конвейере, а на тележках. Сегодня мы начали выпускать Е-класс и готовы наращивать производство. В течение нынешнего года мы также представим некоторые наши кроссоверы. На данный момент мы производим машины для российских покупателей. Разумеется, мы будем следить за рынком и изучать возможности экспорта. Первые седаны Е-класса российской сборки поступят к дилерам через пару недель. Поначалу клиентам предложат только белые или черные машины. А на фиксированные комплектации вместо конфигуратора Mercedes перешел уже давно, готовясь к локальному производству. На цены запуск российского завода не повлияет.